Подготовка к мартовским выборам президента России и исполнение государственных контрактов – ключевые темы еженедельного совещания членов правительства. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Перед стартом избирательной кампании будущего года необходимо учесть каждую мелочь. Задачи для тех, кто отвечает за подготовку к выборам президента страны, определил указ главы республики. Постановляю органы исполненной власти Чувашской республики оказать содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выбора президента Российской Федерации, в том числе Центральной избирательной комиссии РФ и Центральной избирательной комиссии Чувашской республики, проверки достоверности и содержащихся в подписных листах сведений об избирателях. То есть списки мы ежегодно корректируем, ежеквартально с представителем Центральной избирательной комиссии подписываем и представляем Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. При подготовке к выборам президента в республике опробируют и новые механизмы. Уже с 31 января многофункциональные центры в Чувашии, как и по всей стране, начнут принимать заявки о включении в список избирателей по месту нахождения. Указ устанавливает дополнительные гарантии в вопросах регистрации избирателей, в вопросах информирования о предстоящих выборах, обеспечения избирательных комиссий необходимым оборудованием. Поэтому, Михаил Васильевич, считаю, что указ полностью проработан. Члены правительства обсудили, как в республике исполняются государственные заказы. Количество закупок увеличивается с каждым годом. В том числе увеличивается количество участников на одну процедуру, то есть торги становятся более конкурентными. Если в том году 3,1 заявка на одну закупку была, то сегодня 3,3. Тем, кто не исполняет контракты в отведенные сроки, грозят неустойки. Ряд подрядчиков обязаны уплатить в бюджет более 20 миллионов. В реестр недобросовестных поставщиков занесено порядка 40 организаций и 12 индивидуальных предпринимателей. Наибольшая сумма неустойка по Новочебоксарску это СК «Гарант» исполнение контрактов автомобильной дороги «Десят-пятилетки». Тоже та же самая СК «Гарант» ремонт проезжей части улицы Советская и компания «Регион» это по капитально ремонту средней общеобразовательной школы номер 2. Общая сумма 7,2 миллиона рублей. По городу Чебоксары компания «ЛЗА» это строительная квартира дома по Игорьскому бульвару почти миллион рублей. Глава республики отметил, что готовясь к торгам заказчики должны составлять качественную документацию. В конкурсной документации имеем право вписывать квалификационные требования, потом предъявление штрафных санкций и ряд других моментов. Поэтому когда все это закладывается в конкурсную документацию, этот документ имеет юридическую силу. На планерке подвели и итоги визита делегации Чувашии в Крым. Чебоксарские предприятия наладят поставки электротехники на полуостров. Страфконтракты уже заключены. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.